Всем добрый вечер. Четверг, 9 часов вечера, с вами Искусство Возможного и я, ее ведущий, Сергей Ильин. Сегодня у нас в гостях писатель Олег Диев. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Тема сегодняшней беседы — литература и политика, а также политика и литература. На первый взгляд, тема навязшая в зубах, но если присмотреться более внимательно, всерьез о ней особо и не говорят. И мы попробуем восполнить этот пробел. А для начала относительно свежий инфоповод, по поводу которого сейчас идут споры и дрязги в благосфере. Вот я зачитываю. В прошлый четверг Миноборнауки сообщил, что итоговый список 100 книг разослан в регионы. 100 книг для внеклассного чтения. С идеей создания этого списка выступил президент России Владимир Путин. Я ознакомился с этим списком, там довольно забавная ситуация. 100 книг и ни одной современной, если быть конкретным, не написанной после 91-го года прошлого века. То есть есть еще несколько писателей, точнее писательниц, которые еще живы, но все произведения, которые включены в программу, написаны до 1991-го года. Я не к тому, что после 91-го года, возможно, не вышло вообще ничего достойного в литературе. Это как раз не очевидно и это не наша тема. Но вот с точки зрения литературы в срезе политики и жизни общества, вот как понимать такую ситуацию? Действительно в этом направлении ничего интересного не произошло? Или это тот случай, что власти скрывают? По-моему, есть еще похожая инициатива со 100 фильмами и в предварительный список из того, что сделано после 91-го года, попал, угадай, с трех раз, кто? Один единственный фильм — это «Утомленное солнце». А, ну что же мы не понимаем? Я думаю, что все гораздо проще. Это ощущение полной беспомощности у тех, кто список формировали. Они не понимают, где они живут, они не понимают, зачем. В принципе, совсем было бы несложно составить, перечислить даже навскидку некоторое количество текстов, сделанных после 91-го года, которым и по их качеству, и по их, извините за выражение, идейной направленности в этом списке самое место. Но, видимо, действительно, все дело в беспомощности. Люди просто о них не вспомнили, потому что то ли боятся, то ли боятся сами себя. То есть, судя по всему, дальше так оно и будет, и, так сказать, список фильмов будет слагаться по тому же алгоритму. Правильно? Ну, вообще идиотская совершенно ситуация. Получается так, что после крушения Советского Союза ничего не было. Наступила пустота. Вот такая вот черная дыра. Но при этом условный пелевин с тем же чипаемой пустотой, где вроде как даже нецензурных слов практически нет, то список не включен. Да. Понятно. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Вот тема злободневности. Вот есть у нас все эти граждане поэты и так далее. Вроде бы это относительно новое явление, казалось бы. Ну, хотя, с другой стороны, понятно, что это было раньше, причем было раньше во всех направлениях. Тут и крокодил, и поэтические частушки, и, допустим, те стихи, ну, допустим, письма счастья в стихах, которые писал Дмитрий Быков. И вот этот вот новомодный проект с аллюзией на некрасово поэкта «Гражданин», который в дальнейшем прогремел как гражданин-поэт. Вот. То есть это политика жизни общества, это крайняя злободневность. Вот. И проект, судя по всему, оказался востребован. Оказался ли он востребован потому, что просто гениальный продюсер Васильев, условно говоря, или, в принципе, данный формат, то есть злободневные стихи, частушки, куплеты о политической ситуации жизни общества сейчас действительно востребованы большими слоями российского общества? Нет, ни в коем случае не большими, потому что то, как работает Быков, это все-таки на достаточно подготовленную, достаточно узкую целевую аудиторию. Сам этот формат востребован был всегда, но вот в исполнении Быкова он недостаточно лубочный. Недостаточно лубочный? Конечно, недостаточно. Это совершенно интеллигентская такая штучка. То есть даже в сочетании Быков и Ефремов все равно получается недостаточный лубок? Естественно. Почему, собственно, у нас существует связь литературы и политики исключительно в классическом ее понимании? Литература как реакция художника на какие-то политические события, и полностью отсутствует литература как политтехнология. Потому что нет каналов распространения этого продукта на широкую аудиторию. Этим всем занимается телевизор на абсолютно петросянистом уровне. А для Быкова остается вот такое вот узкое очень место, маленькая дырочка, в которую он замечательно совершенно провязает, заполняя ее целиком. Понятно. Это любопытно. Но при этом все-таки ему удается не только выступать там на специально обученных радиостанциях, телестанциях и так далее, телеканалах и так далее. Но при этом вроде как удается на выездах собирать концерты, толпы народу там, но не стадионы, конечно, но и тем не менее. В том-то и дело, что не стадионы. Это все будет кого-то интересовать, когда счет пойдет на миллионы. Это будет иметь какой-то эффект. Я приведу сейчас неожиданный пример. Вот, допустим, переписка Улицкой и Ходорковского. Она очень сильно испортила репутацию Улицкой у тех, кто ее и так терпеть не мог. Ну, это не смертельно. И никогда, и никак не повлияло на репутацию Улицкой у тех, кто считает ее мастером слова и очень высокого качества билетристом. То есть это абсолютный вот такой вот выстрел из пушки по воробьям. Ну, то есть, грубо говоря, есть некая целевая аудитория, где это и так все хорошо, а за пределами это воспринимается просто на уровне негатива. Я правильно понимаю? Ну, эти, то вот применить на Улицкой, это за пределами, это тоже ее целевая аудитория, но в любом случае она очень узкая. То есть, правильно ли я понимаю, что сегмент литература о политике, литература злободневная, пока просто не сильно востребован? Он маленький, он живет сам по себе, он живет по своим законам и практически ни на что не влияет, потому что уже сложились определенные мнения, и ты либо работаешь на подтверждение этих мнений, либо работаешь четко против, опять-таки вызывая заведомый негатив. Ведь самое главное у политического высказывания, для того, чтобы оно было услышано, ты должен подкатывать людям вопросы под те ответы, которые у них уже есть. Тогда они будут тебя любить, они будут аплодировать, потому что ты подтвердил их картину мира. Если ты ставишь их картину мира под сомнение, результат может быть самым неожиданным. Так, и правильно ли я понимаю, что на сегодняшний день это относится к представителю любой политической ориентации, которая делает движение в этом направлении? То есть, если мы говорим о Дмитрии Быкове и о проекте «Гражданин поэт», то это, условно говоря, как бы либеральная направленность. С другой стороны, через несколько минут у вас в эфире появится поэт Всеволод Емелин, там такой националистический, может быть, постмодерн, если угодно. Есть, в общем-то, и чистые лоялисты, надо полагать. И правильно ли я понимаю, что все обречены, по твоему мнению, на то, чтобы функционировать у некоего своего и не очень большого сегмента? Мне грустно об этом говорить, но вот по моим ощущениям сейчас такая братская ситуация, когда можно, в общем, и не работать, можно ничего не делать и ни с кем не говорить, потому что вот эти страты, они закапсулировались. Вот есть жесткое мнение, эти за красных, эти за большевиков. То есть, переагитировать нынче никого невозможно? Это будет практически незначимо. Это очень сложная индивидуальная работа. Это всегда ты говоришь с конкретным человеком, а не с какой-то глупой. Хорошо, тогда еще один вопрос. Вот если мы говорим, скажем так, о поэтах-злободневщиках, в первую очередь поэтах, но, разумеется, и прозаиках тоже, нет ли у них риска, что может, грубо говоря, сбиться перо? То есть, есть известная теория, что подъемщина приводит к негативным результатам. Вот про то, что Пелевина говорит, что человек пишет по роману в год, писал, вот пока не истек контракт с известным издательством, вот, и что якобы вот, если бы он мог спокойно писать там не раз в год, а раз в два года, получалось бы лучше. Поэт пишет, допустим, стихотворную колонку раз в неделю, а если бы он писал стихотворную колонку раз в три недели, то было бы лучше. А тут глаз замыливается, перо сбивается, и все плохо. Ну, честно говоря, профессионал тем отличается от любителя, что он пишет много с огоньком и юным задором, с большим энтузиазмом, и вот глядя, во всяком случае, за работой Быкова, глядя за тем, что другие вот такие поэты-правдорубы делают, я вижу, что это все органично. Я вижу, что это все получается иногда легко, а вот у Димы еще и чудовищно многословно. Обычно половину можно выкинуть. Ну, Дима, в общем-то, известен тем, что, он же даже стишок в свое время написал про то, что он отличается чрезвычайной избыточностью. На самом деле, я заранее извиняюсь перед аудиторией, нашими замечательными слушателями. Дело в том, что я хотел, чтобы по телефону соединиться с Дмитрием Быковым, но, к сожалению, дело в том, что он сейчас находится на другом радио, в том же тайм-слоте, поэтому, к сожалению, у нас с ним игра в одни ворота, что мне крайне неудобно, но я надеюсь, что мы сейчас через несколько минут все-таки сможем связаться с поэтом Севолодом Емелиным, и он нам расскажет, что он думает по этому поводу, тем более, насколько я помню, у них с Быковым отношение, скажем так, творческой конкуренции, как бы правильнее назвать. Ну, другой вопрос, покажите мне двух поэтов, которые любят друг друга, вернее, я двух покажу, а трех уже не покажу. Вот, мы вернемся к этому вопросу, если позволите, когда нам выведут в эфир Севолода Емелина. Пока следующий вопрос. Олег, вот ценители твоего творчества, узнав о нашей программе, сразу набросали у тебя в блоге список так называемых неудобных вопросов. В том числе неудобные вопросы были связаны с нашумевшим в свое время, но уже, так сказать, не вчера написанным, а написанным, насколько я помню, лет так, 15 назад, романом Выбраковка. Очень странный жанр, что-то среднее между утопией, то ли антиутопией. Но ведь это точно имеет отношение к политике? Вот какой был замысел, когда это писалось? Это была попытка сделать антиутопию так, как у нас ее никто никогда не делал. Методами утопии. Попытка очень искренняя, провалилась она по одной причине. Я был молод, и у меня были иллюзии. Нам с детства вколачивали в сознание то, что у русских есть прививка против фашизма. Оказалось, что у русских есть замечательная прививка против германского национал-социализма, а против фашизма никакой. Поэтому я рассчитывал, что аудитория разделится 50 на 50. Почти 90% восприняли выбраковку, именно как светлую утопию. И все маркеры, которые там были расставлены, по которым можно было бы понять, что жить в этом мире достаточно неуютно. То есть люди антиутопию приняли за утопию? А мы же жили в антиутопии, и все у нас было, в общем, неплохо. Это, насколько я помню, конец 90-х еще. Выбраковка вышла в 99-м году, делалась она в середине 90-х. Ну, то есть времена, когда была некоторая ностальгия, наверное, по авторитаризму, да? Тогда была, точнее, не по авторитаризму, а был очень сильный запрос на добро с большими кулаками, который, наконец-то, вот порядок этот наведет. Вот оно могло иметь какую угодно форму, но лишь бы пришел бы кто-нибудь и поубивал, черт возьми, всех бандитов, всех олигархов, всех ментов, а заодно еще моего соседа и собаку его эту погоную. Ну, это, так сказать, ненависть, что называется. Да, да, это вот та самая ненависть. Ну, так это было востребовано тогда, это было востребовано сейчас. Сейчас это, может быть, приобрело некоторые постмодернистские формы, но и не более того, мне кажется. Ну, так поэтому и книга оказалась такой живучей. Постепенно растут ряды тех, кто понимает во всей ее неоднозначности, но очень медленно. Там еще беда в том, что персонаж, главный герой, он же не только настоящий русский интеллигент, который просто вооружен и очень опасен, а он еще и талантливый рекламщик по призванию. Просто его харизма, она давит все, включая здравый смысл. Ему сопереживаешь. Да, это правда, сопереживание есть. Очень похожая история получилась с недавней моей книгой «Симбионты», где описано полицейское государство, в котором особо так не повыпендиваешься, причем в первом же абзаце, об этом сказано открытым текстом. Мало кто понял, мягко говоря. Более того, очень много было разговоров о том, что Дивов продался кому-то, властям продался, лижет им. О, Господи. Я был очень удивлен. Ну вот, кстати, по этому поводу сейчас есть, в последние годы сложился некий стереотип. Ну, он, собственно, относится к политике, но он относится и не к политике, если угодно, к вектору творчества, что если деятель искусства, писатель, поэт принимает участие и в общественной жизни, и вообще даже в своем творчестве он обязан занимать какие-то оппозиционные позиции. В противном случае он или продался, или какой-то функционер, или что-то в этом духе. Ну, я как настоящий художник, я нахожусь, не скажу, что в оппозиции ко всему живому, но в оппозиции ко всему. Нет, но в оппозиции ко всему это немножко другое. Тут же проблема в том, что вычленяется именно недостаточное оппозиционное сплоотношение ко власти, то есть нет привычки ее ругать последними матерными словами, и это уже воспринимается как продаж. Это вот такой вот некоторый феномен, я же не знаю, дискурсы нашего общества. Естественно, очень сложно в этой ситуации быть на стороне людей, которые делают конкретное дело. Понимаешь, к сожалению, недостаточно там демонстрировать нелюбовь к чиновничеству, нелюбовь к власти вообще как таковой государству, как к аппарату насилия, но если ты сказал доброе слово о том, кто вписан в эту систему, даже если он работает на земле и приносит конкретную пользу, то ты уже рискуешь быть записанным в нерукопожатное. Впрочем, меня и так уже давно записали, о чем беспокоиться. Знакомая ситуация, знакомая ситуация. Вот если можно немножко, а вернемся к другой теме. Ты стал знаменитым все-таки именно как писатель-фантаст. Не будем сейчас обсуждать жанр фантастики, тема огромная, это тема отдельная. Но вот опять-таки к теме нашей передачи, писатели общества, писатели политика. Утопия, антиутопия, но вот были, откуда все пошло. Миры братьев Стругацких, братья Стругацких, их миры, общество будущего. Это же и об обществе, это и о политике. Миры Гарри Гаррисона, миры Виктора Пелевина, миры Олега Дивова. Ну вот как это соотносится с нынешней картинкой дня, скажем так? То есть, видимо, какое-то соотношение есть, насколько оно велико. То есть, грубо говоря, писатель пишет, что видит, а что вижу, что пишу. А потом это преломляет через какую-то или сатирическую, или какую-то еще призму. Допустим, выходит антиутопия. К этому еще вернемся, но вот общий подход. Тут миры Олега Дивова. Как они соотносятся с тем миром, в котором живет человек Олег Дивов? Ну, если очень коротко, то это попытка как раз исследовать этот мир. Исследовать, в первую очередь, людей, человеческие типажи, которые им неинтересны. Поставить перед ними какие-то задачи, построить модель, в которой эти типажи будут развиваться и находить что-то для себя и внутри себя как-то меняться. Я, как правило, очень далеко от этих персонажей. Это какие-то синтетические такие образы. Но вот в последней моей книге так получилось, она выйдет весной. Я там докатился фактически до прямого политического высказывания, потому что с персонажем своим я очень совпал. Этот парень, он мне симпатичен, я его чувствую. И вот его словами я там несколько раз позволил себе высказаться. Это книга-консультант? Нет, это следующая вещь, которая весной выйдет, она называется «Объекты в зеркале заднего вида». Как и консультант, собственно, она посвящена... Ее основная идея в том, что бороться с идиотизмом имеет смысл хотя бы ради того, чтобы наши дети не выросли идиотами. С идиотизмом как человеческим, так и государственным. Но в объектах это будет сказано открытым текстом. Наконец-то. То есть еще более открытым, чем в консультанте, насколько я понимаю. В консультанте там я далеко от персонажа. И там то, что он говорит, то, что он чувствует, то, как он понимает, это не всегда вполне совпадает. То есть а теперь мы будем иметь прямое высказывание и достаточно сильное отождествление автора и его героя. Это, между прочим, смелое решение, как показывает практика, насколько мне известно. То есть люди и так норовят отождествить автора и его лирического героя, а тут как бы еще и, так сказать... Ну вот меня отождествляют буквально с первых книг, совершенно напрасно. А тут как раз мы совсем не похожи, но очень похожи внутри. Я понял, спасибо. У нас на связи писатель Владимир Березин. Владимир, вы меня слышите? Да, дай бог здоровья. Благодарствуйте. Пользуясь случаем, передаю большой-большой теплый привет. Да, пожалуйста. Привет, передаю Олег Дивов Владимиру Березину и взаимно. Владимир, мы обсуждаем тему политика и литература и говорим сейчас о взаимоотношении фантастики, как литературы об обществе будущего и обществе нынешнего, его политической составляющей. Я знаю, что писатель Березин очень любит отвечать на вопросы. Так вот вопрос. Какие связи, и в том числе обратные связи, между книгой, между автором и временем, в котором она написана, с одной стороны, и описанным в ней будущим, с другой стороны? Вот какая тут связь? Да, это немного общо для докторской диссертации. Ну, я согласен на кандидатскую. Да, да и на кандидатскую как-то много. Значит, в двух словах я бы ответил так. Первое обстоятельство современной литературы в том, что она вся фантастика практически. То есть как это? Ну, потому что большая часть известных авторов пишет фантастические романы. Мы говорим о российской литературе или о мировой? Ну, и в общем-то, и в мировой тоже. То есть большая часть бестселлеров, если вы посмотрите список... Ну да, условно Стивен Кинг и фэнтези имени условного «Властелина колец», который, правда, написан давно, и «Гарри Поттера». Так. И Дмитрий Быков, Ольга Славникова, и весь вообще практически литературный эскадридж. То есть, понимаете, реалитическим рассказом о страданиях души русского интеллигента, ну, вот как-то не купить, а во-вторых, это все уже написано, хорошим планом. Ну да, не купить и не продать. Но и все-таки соотношение между временем написания, вот есть писатель, он видит вокруг себя некоторую реальность, вот, и есть некоторая реальность, которую он создает. И, соответственно, там мы имеем некое общественное настроение, то есть, некоторую политику. Как все это соотносится, на ваш взгляд? Нет, ну, тут не очень понятно, что значит «соотносится». Потому что есть литература прямого действия, некое предупреждение, которое потом становится метафорой. А, много этой литературы прямого действия? Нет, ну вот, классический пример — это Орвелл, да? Ну, Орвелл считал через, извиняюсь, уже 35 лет, насколько я помню, ровно 35. Да, но, не менее, он написал довольно много текстов. Он же не один роман. Ну, разумеется, разумеется. Он написал «Зероферму» и вообще много чего другого, потому что он довольно хорошо понимал сам механизм этого действия, будучи сначала в первой власти своей жизни и левым. Обстоятельство современности заключается в том, что вместо литературы как главного рупора идеологии, оно уже заменилось не то, что на кинематограф, оно заменилось на телевидение и разные другие способы время провожения. Ну, как телевидение? Телевидение вполне может быть постановкой каких-нибудь, условно говоря, так называемых дозоров, например. То есть эти вещи между собой достаточно связаны, если, говорите... Ну, механизм немножко. Поэтому писатель перестал быть главным идеологом. Писатель превращается в сценарист. Скажем, идеологом может быть уже такой тандем сценариста и режиссера, режиссера, а может быть вообще как-то коллективное творчество. То есть как бы в каком-то смысле такую идеологическую литературу щелкнули, значит, полношу. И она как бы немножко спешивалась. Это второе обстоятельство. А вот третье, кстати, заключается в том, что, собственно, читать становится, в общем, меньше и меньше, значит, приходится в нашем обществе. Ну да, переходим в формат или твиттера, или клипа, что называется, да? Да. Дело в том, что, заметьте, что книга сейчас стала таким атрибутом, ну, типа вот сумочки у «Светской дамы». Вот «Светская дама» обязательно пишет книгу, любая. То же касается и многих других персонажей политической жизни. Они, в общем, нормальным образом пишут книги. Некоторые даже художественные. Так вот, лечение заключается в том, что эти книг никто еще обычно не читает. А механизм заключается в том, что как раз к вопросу кандидатской перспективы, человек получает право на высказывание, когда он говорит, а я, между прочим, еще и книгу написал. О, это у меня знакомо. Да, и вот, соответственно, он получает право на высказывание, условно говоря, по сети. А, теперь я писатель и имею право. Ты это имеешь в виду? Да, не то чтобы писатель. Он как бы защитил диссертацию. Теперь имеет право преподавать. Ну, то есть, грубо говоря, роман в кармане, это, как некое, извиняюсь за выражение, диплом, не побоюсь этого слова, ксиво и ежесним. И таких писателей, ты хочешь сказать, это практически большинство, да? Да, но, тем не менее, значит, о высказывании политического характера, который имеет резонанс общества, осуществляется не в самой книге, а, скажем, интервью по поводу книги. А вот это интересный вопрос, и вот на эту тему я бы поспорил, но, к сожалению, мы ограничены временем. Владимир, спасибо, я откланиваюсь. Я напомню, что в эфире был писатель Владимир Березин. Вот, я напомню, что у нас программа «Искусство возможного», ведущая Сергей Ильин, и у нас в гостях писатель Олег Диев и телефон студии 8495-651099-6. Вот, и следующий мой вопрос Олегу Диеву, собственно, на эту же тему. То есть, это практически то, о чем мы сейчас говорили, а то, о чем сейчас говорил Березин. Вот, модный последние лет 50, если говорить о Боро или не только, в каком смысле модельный для политической составляющей литературы жанр антиутопии. То есть, это именно то, о чем мы сейчас говорили, когда обсуждали выбраковку. Еще раз прошу меня простить. Вот, какая же все-таки, еще раз, связь между обществом, описываемым писателем и реальностью, в которой он живет, если в частности говорить о антиутопии. То есть, ну, тут просто есть несколько вариантов. Хотелось бы понять, есть какие-то основные, или есть и такой, и такой, и следующий. Ну, что-то более характерное. То есть, что такое антиутопия? Это пародия на существующую реальность? Описание нежелательного сценария ее развития? Глубинные страхи самого писателя? Или что-то в этом духе? То есть, аналогичный вопрос можно было задать и про жанр утопии, но я что-то в жанре утопии, если честно, после тех же Стругацких в последнее время никого особо и не встречаю. Ну, антиутопия — это все, что было сейчас перечислено. Если немножко упростить и перейти в технологическую область, это модель нежелательного для данного автора развития. Это может быть, как раз, как говорил Володя, достаточно простая книга прямого действия. Это может быть какой-то более сложный конструкт. Единственное, что важно, принципиально важно, антиутопия должна сразу распознаваться как антиутопия. Вот это канун, от которого я отошел, и, естественно, за это был наказан ошибочной дешифровкой месседжа читателями. Это действительно важный принципиальный момент. То есть ты открываешь антиутопию, ты сразу понимаешь, что это антиутопия, что там плохо. Все остальное уже не так важно. Если чуть-чуть на секунду сдвинуться в мистику, есть такое мнение, что, прорабатывая детально негативные варианты, мы как бы отталкиваем их. Здесь дело даже не в том, что общество прочтет и ужаснется и постарается сделать так, чтобы этого не было. А просто, прости меня за такое, вот где-то вот в эфире, где-то в этом едином информационном поле, где-то там этот сигнал будет принят. Я понял, спасибо. Мы уходим на короткий перерыв. Я напомню, что это программа «Искусство возможного». С вами ведущий Сергей Ильин. У нас в гостях писатель Олег Дивов. И мы обсуждаем тему «Литература и политика». Мы встретимся с вами через минуту. Еще раз добрый вечер. Я напоминаю, это «Искусство возможного». Я ее ведущий Сергей Ильин. Ведущий передачи у нас сегодня в гостях писатель Олег Дивов. Телефон в студию 8495-6510-996. И мы закончили предыдущий тайм-слот обсуждением жанра антиутопии и положения в нем самого писателя, его глубинных страхов, его настроений, сценарий развития, которые он предполагает. И это подводит нас еще к одной теме. Тема взаимоотношения писателя и общества, включая политическую составляющую. Это, видимо, не только творчество писателя. То есть есть некая гражданская позиция. Но вот как говорил господин Березин минут 15 назад, прямое высказывание – это далеко не обязательно творчество, это скорее какие-либо интервью или что-то в этом духе. Что мы имеем на самом деле на сегодняшний день? То есть еще раз, есть некая гражданская позиция, она может выражаться в злободневных стихах, может выражаться в колонках и тому подобных жанрах, может выражаться в интервью. Это уже немножко другой жанр. Это, собственно говоря, уже не литературный труд. Поэт и писатель выходят на демонстрации, выступают с политическими заявлениями, ну, заседают, возможно, кто-то заседает в Координационном совете оппозиции, кто-то может при этом совершенно спокойно заседать в Государственной думе. И вот, соответственно, мой вопрос. Должен литератор быть настолько трибуном, то есть уже не просто трибуном, но и, наверное, натуральным политиком? Вот писатель в политике. Не писатель и политик, а писатель в политике. Насколько это хорошо? Не влияет ли это негативно на самого писателя? Тут надо по-другому вопрос ставить. Не влияет ли это негативно на человека вообще, в принципе? Ну, человек, который идет в политику, бог с ним. Он это выбрал, есть некоторая каста, и это уже внутренние проблемы человека, которые отражаются, условно говоря, на его менталитете, на его отношениях с домашними и домашними животными, например. Но вот нас интересует как-то, в честь прочего, может отражаться на творчестве. Я понятия не имею, как это может отражаться на творчестве. Никогда этим не занимался, типа? Да, потому что никогда вот такой прямой политикой не занимался, при том, что моя работа иногда меня с политиками сталкивает. Ну, просто так получается, потому что я довольно активно участвовал в работе премии «Дебют», которая в какой-то степени вот в эту систему истеблишмента вписана, и там появляются самые разные люди, и доводилось встречаться и с достаточно высоко поставленными функционерами государственной думы, например. Это всё очень интересный, очень такой забавный опыт, который идёт в копилку. А опыт положительный или отрицательный? Или опыт он в любом случае? Ты знаешь, опыт пугающий, честно говоря. Честно говоря, пугающий, он только укрепил меня в моём весьма настороженном отношении ко всем этим персонажам. Я, когда готовился к этой передаче, готовил довольно подловатый вопрос. Я люблю подловатый вопрос, уже не от читателя, а от себя лично. Писатель Дивов известен среди знакомых тем, что одно из его отличий от других писателей в силу выдающегося личного обаяния и своеобразной харизмы, у него сформировалась некоторая, если угодно, торсида. То есть, ну, мало у кого она есть. Есть небольшая торсида, допустим, у того же Быкова, но тут писатель и фантаст, чуть ли не единственный человек, которому неизвестен, у которого есть фанаты, не просто фанаты в интернете, а фанаты, которые, ну, условно говоря, ходят за ним, если угодно. Вот никогда не было соблазна организовать из них никакую политическую силу? Вопрос сразу, говорю, подлый и провокационный. Боже упаси, я не так к этим людям отношусь. То есть, правильно ли я понимаю, что любой политический лидер, по твоим ощущениям, по умолчанию относится к своим почитателям, к своим поклонникам, мягко говоря, крайне уничижительно? И максимально цинично? Не факт, что уничижительно, он может их вполне искренне любить, но ситуация такова, что он будет их использовать. А нет, но использовать он вынужден. Это работа политика использует тех, кто его поддерживает. Для меня люди, которые относятся ко мне, иногда преувеличены серьезно, иногда слишком тепло. Не так тепло, как я этого заслуживаю. Это не инструмент. Это не... Это люди, понимаешь? Я понимаю, это люди, это читатели, это, так сказать, объекты некоего диалога, и которых не хочется делать, насколько я понимаю, объектом манипуляции. Грубо говоря, когда я был командиром самоходного миномета, у меня, конечно, был экипаж, но это были люди. Понимаю. Хотя там отношения в любом случае пожестче. То есть армия это армия. Естественно. Но он не был бы эффективным экипажем, и он не покрывал бы мои собственные косяки, и мне бы с ним не было так комфортно, если бы там не было человеческих отношений. Несмотря на отношения рабочие. То есть это вот такая модель, которая, мне кажется, естественной, разумной, эффективной по жизни. То есть правильно ли я понимаю, что при этом отношения к людям, к писателям, которые пытаются в той или иной степени заниматься политикой, у тебя, скажем так, достаточно настороженные? Это путь, на котором ты рано или поздно начнешь людей использовать. Начнешь людей использовать жестко и цинично. Мне это несложно, но мне это не нужно. Это для меня просто неорганично, это не мой путь. Потому что вся моя работа, она как раз для того, чтобы людям делать хорошо. Иногда через причинение достаточно болезненных эмоций. Я ведь чем занимаюсь? Я не тексты продаю, я продаю эмоции. И они далеко не всегда положительные. Да, таблетки, грубо говоря, которые что-то с человеком сделают. И люди эти таблетки лопают. И те, кто читал произведения Олега Дио, прекрасно знают, что там мёда и сиропа, ну, не безумно много, скажем так. То есть там много положительных эмоций, но это там, скорее, героические положительные эмоции. То есть это никаким образом ни сироп, ни сахар, и не, условно говоря, адамские произведения. Это жесткая, брутальная литература. Чем, кстати, Олег, возможно, и во многом обязан своей брутальной аудитории, а потом он удивляет, что 90% его поклонников, может, и не за национал-социализм, но уж точно за фашизм. Пишешь брутальную литературу, не удивляйся, что у тебя брутальные читатели. Логично? Мне так и представляется. Я теперь пишу про любовь, дружбу... И котиков. ...вечные ценности. Нет, про котиков было один раз и давно. Я понял. Я прошу прощения. У нас на связи писатель, опять-таки, Сергей Шаргунов. Сергей, ты меня слышишь? Приветствую. Добрый вечер. Привет, Сергей. Добрый вечер. Привет, Сергей. Мы сидим с Олегом Дивом и обсуждаем тему политика и литература. Вот Олег сейчас говорит, что он не очень хорошо относится к политике, то есть к занятиям политикой откровенно плохо. Он считает, что любые формы политики — это использование людей. И, соответственно, я ему там подбросил вопрос, а нет ли желания использовать своих поклонников для каких-то политических целей. Он тут схватился за голову и чуть был не разбил наушники. Поэтому у меня к тебе вот какой вопрос. Я позволю себе дать небольшой бэкграунд. Дело в том, что Сергей Шаргунов — это как раз человек, который в свое время отдал немало сил и времени политике, будучи при этом достаточно известным писателем, молодым писателем. Он едва не стал депутатом Государственной Думы, более того, не стал по причине возникшего не по его вине грандиозного скандала, в том, что он не особо любит, а мы вынужден вспоминаем. И вот, Сергей, вопрос. И ты при этом все-таки все еще, вроде как уже уйдя из публичной политики, все еще остаешься на острие общественных настроений. У тебя очень много колонок, посвященных именно околополитическим темам. И вопрос. На твой взгляд, должен ли писатель быть, так сказать, в гуще событий, в гуще политических событий и именно в ранге политика? В отличие от нас, присутствующих здесь, у тебя есть опыт. Вот что этот опыт подсказывает? Ну, дело в том, что я, кроме всего прочего, еще и журналист. И, понятное дело, главный редактор портала «Свободная пресса» и ведущий передач на канале «Совершенно секретный». Мне крайне неудобно, что я представил недолжным образом. Я приношу свои извинения. Нет, вполне должным, понимаешь? Потому что, как бы, за всем не следишь, да это и необязательно. Да нет, я все это знаю. Поэтому есть, конечно, определенные профессиональные обязанности. И в этом смысле, например, на самом сайте «Совершенно секретный» я стараюсь соблюдать должную объективность, то есть представлять слово... Многополярность, согласен. ...полярных воззрений. Ну, как от самого меня, то я думаю, что все-таки литература, особенно в России, так или иначе, была связана со смыслом. Литература Достоевского, Толстого или политических антиподов Солженицына и Шолохова, это все-таки литература о большом смысле. Поэтому, если писатель вовсе и не обязан следить за чем-то актуальным, то, по крайней мере, неким образом реагировать на историю, в том числе историю новейшую, мне кажется, это зачастую в его природе. По крайней мере, я говорю о себе. Очень многое меня возмущает, иной раз обнадеживает. Хочется участвовать в истории, и хочется иногда просто защищать людей и высказываться о том, что тревожит и что болит. И в этом смысле зачастую публицистика становится чем-то околохудожественным. То есть это такие вот очеркистские, житейские зарисовки. Другое дело, что когда я пишу прозу, то чувствую себя совершенно безоглядным. И, к счастью, нет ни одной моей книги, которую можно было бы расценивать как идеологические или политически предвзятые. Даже вот сейчас я написал большой роман только-только исторического толка о начале 90-х. Кстати, ты, Сергей, в свое время тоже написал книги? Да-да, было дело. О начале 90-х. Но у тебя там были такие разбойные 90-е. Ну уж какие были, лихие. Да-да-да-да. У меня скорее, ну тоже, конечно, лихой период, но все происходит на фоне 93-го года. Я понимаю. То есть больше политики как раз, насколько я понимаю. То есть момент раскола не по имущественному, не по классовому скорее, а именно кто за кого. Я надеюсь, что удалось уловить эти пожили ситуации. Ну вот, тем не менее, ни в коем случае это не листовочное произведение. Там есть разные правды. Но, конечно, это вещь об общей большой трагедии. В общем, отвечая на твой вопрос, все зависит от темперамента, от настроя человека, от его интересов. Вот в моем случае, происходящее с моей страной, с народом, меня волнует, беспокоит и занимает. Но как писателя, а не как возможного трибуна на площадях. То есть хватит по площадям и походили, теперь это просто не так интересно. Я правильно понимаю? Да не в этом дело. Что касается политики, то я не по своей воле, как был оттуда устранен. Несомненно. Нет. Несомненно. А вот никакой политической конкуренции не существует. Реальные политические силы не допущены к избирателю. Но все это звучит уже просто как три-четыре швады банальность. Иногда, когда там, например, люди собирались на тему защиты заключенных, например, того же Леньки Разважаева, меня просят прийти и сказать какие-то слова в поддержку, я вполне могу выйти и сказать в микрофон какие-то слова. Я не вижу здесь ничего зазорного. Понятно. Ну что ж, большое спасибо, Сергей. Ну, в принципе, выйти в защиту товарища. А я готов подтвердить, что Сергей Шургунов и Леонид Разважаев не только знакомые, но и товарищи по партии, как минимум на протяжении где-то десяти лет. Ну, это, наверное, вполне достойный ход. Ну, вот мы и получили ответ бывшего трибуна, а ныне скорее не трибуна, а писателя. И я хотел перейти еще к одному моменту, похожему, в общем-то, близкому по ипостателю, но совершенно с другой стороны. Вот довольно распространенная ситуация. Я не буду называть имен, но, я думаю, вполне понятно, кто имеется в виду. Очень распространенная в последнее время ситуация. Ну, минимум два раза она выстрелила очень уж очевидно, а зачастую она выстрелит следующим образом. Вот есть, допустим, некий видный оппозиционер, который занимается литературой. Да? То есть жесткий белоленточник в блогах пишет какие-то ужасные вещи про существующую власть, которые я ни под каким видом не повторю, как минимум в эфире, а боюсь что даже со страху за его пределами. Вот. При этом эти люди, как правило, совершенно не смущаются, когда им поступает предложение по экранизации их произведений на, допустим, федеральных телеканалах, где как бы и политика заведомо лоялистская, и руководители федеральных телеканалов заведомо лоялисты при этом платят там недурно, и господа, в общем-то, совершенно не брезгуют, предлагая, допустим, или им предлагают, можно мы возьмем, допустим, ваше произведение, по нему напишут сценарий. Или они могли бы вы нам написать сценарий, а мы на его основе там, допустим, сделаем фильм или сериал. Или, допустим, ну, опять-таки, не буду называть фамилии, есть некий человек, который постоянно ходит, допустим, на митинге оппозиции, при этом вполне себе является ведущим чего-либо на федеральном канале. Вот. И у них это не вызывает некоторого чувства оксюморона. Вот что можно сказать по этому поводу? Это нормально, это ненормально, или это как-то еще? Ну, ты меня вот как писатель писателя прямо да, я такой. Озадачил. Озадачил. Я могу придумать сейчас множество ситуаций, в которых вот такой вот выбор, он для автора будет естественным, и автор сможет себя внутренне оправдать. В основном это ситуации вполне такого профессионального тока, когда вот только в таких условиях, вот только таким образом может быть сделано то, что ему очень интересно, и что для него очень важно. Я отсекаю сразу денежную составляющую. Понимаешь, если человек не в состоянии заработать себе на жизнь, своей профессией, вот, то он может продаваться направо, налево, как угодно, это просто не тема для разговора, это неинтересно. А вот если есть профессиональный вызов, который вот исходит не от тех людей, но больше никто не предложит, вот тут вот очень сложно. Мне иногда самому поступали совершенно неожиданные, очень интересные предложения, просто я могу себе позволить выбирать, я могу себе позволить отказываться, а если я участвую в каком-нибудь сомнительном проекте, типа там сборника социальных антиутопий, беспощадная толерантность, или в грядущем очень скоро либеральном апокалипсисе. Ну это, по-моему, скорее неоднозначные, я бы сказал, сборники. Ну неоднозначные, да. Называющие дикие матюги окружающих. Там составляющая профессиональная совсем другая, меня собственно туда зовут для того, чтобы был как минимум один автор, который открытым текстом скажет, ребята, это все вообще идиотизм, и все вы идиоты. К сожалению, поскольку среди читателей этих сборников очень много идиотов, они этого не понимают. Ну, Олег, кроме всего прочего, ты известен и непосредственно в своих произведениях, и условно говоря, вокруг своих произведений, как человек, который, вот как мы обсудили с полчаса назад, не любящий манипулировать, но при этом являющийся известным мастером манипуляции и провокации. Деваться некуда, это правда. Ну, наводить тень на плетень. Ну, соответственно, правильно ли я понимаю, что де-факто ты в той или иной степени, но не превышая разумных градусов цинизма, употребляешь это, допустим, в публицистике, возможно, в творчестве, вот при подобных сборниках, но считаешь, что и в политике это использовать тебе недопустимо, потому что тут тот самый грань цинизма и не цинизма будет мгновенно пройдена, и это не устраивает. Я обладаю определенной квалификацией, пардон за пафос, но сам себя не похвалишь. Ой, а разве не хвалил? Прошу прощения. Нет, ты-то меня захвалил, но я же должен и сам себя похвалить немножко. Гвоздь нужно хвалить так, чтобы он понял все с точки наоборот и начал хвалить сам себя. Это правильно. Я обладаю определенной квалификацией, достаточной для того, чтобы чего-то добиться, и вот эта квалификация уже такого уровня, когда осторожненько надо обращаться со своими способностями. Это знаешь, как каратэ. Я уж не помню, то ли пытались признать, то ли признали, приравнять там к употреблению холодного оружия. По-моему, признавались в свое время, причем не просто каратэ, а по-моему, там чуть ли не вплоть до бокса. А в Японии, кстати, насколько мне известно, даже сейчас целый ряд боевых искусств приравнивается к чему-то там, и вот известная ситуация, которую у нас были от Мирозаев и Агафонов, как мне объясняли, по японскому законодательству, совершенно вне зависимости от контекста, Мирозаев был бы, так сказать, судебно наказан по всей длине. Ну вот, я приблизился вплотную к такому уровню подготовки, когда очень аккуратненько надо с собой обращаться. И если ты считаешь, что можешь переступить грань, ну вот, не переступай ее. А это легко? Следующий вопрос. Соблазн всегда велик. Нет, тут просто дело в чем. Любой писатель-манипулятор по определению, насколько я могу судить, потому что нормальный писатель, это человек, чье творчество в числе и прочего. Ну вот, Сергей много говорил сейчас, Шаргунов, про смыслы. Ну, смысл это, если удается побуждать смыслы, это, наверное, некая сверхзадача, допустим. А первая функция, наверное, это все-таки вызывать чувство сопереживания, то есть некоторые чувства, некоторые эмоции. А вызывать эмоции, это все-таки некоторым образом и есть искусство манипуляции. Ну, это синонимы, просто разные отношения. У меня-то просто опыт вызывания эмоций в больших массах, он еще советский. Еще, дай бог памяти, в 87-м году был целый мешок писем в комсомольскую правду, где две трети меня ругали и даже предлагали комсомольской организации МГУ вообще разобраться с этим воинствующим мещанином и пессимистом. И, слава богу, одна треть хвалила. Есть такой опыт, он для меня лично вполне достаточен. Я чувствую ответственность за свое слово. И, с одной стороны, мне очень хочется, как любому нормальному автору, оставляем за скобками Кавку и похожих на него. А Кавка, я прошу прощения, разве нормальный был? Нет, вот как раз его мы оставляем за скобками, но жизнь с ним обошлась так, как она должна обходиться. Таким автором, даже если ты очень хочешь, чтобы твои тексты были уничтожены, фиг тебе. Они не будут уничтожены, они будут прочитаны. Вот мне, как нормальному автору, очень хочется, естественно, чтобы у меня была большая аудитория, чтобы меня много читали. Но у меня, во-первых, и чувство юмора какое-то странное. Я не всегда его сам понимаю, хотя смешно. Но всем нравится? Ну, не всем. А во-вторых, понимаешь, чем больше у тебя аудитория, тем выше процент читателей, которые ошибочно дешифруют месседжи. Ты хотел сказать одно, но какой бы ты ни был умелый парень, все равно они прочтут то, что они хотят прочесть. Так это же, насколько я понимаю, закон больших чисел. Да, естественно. Это как в свое время было в интернете. То есть предполагалось, что там рафинированная публика, которая все понимает. Потом народ повалил пачками, их численность увеличилась на порядок и на два порядка. И теперь вероятность того, что, ну, ладно бы там какие-то скрытые намеки, аллюзии, коннотации событий 10-20-летней давности, но теперь люди вообще мало что понимают. Сереж, извини, не было там никогда рафинированной публика. Ну, по крайней мере, была такая... Она думала так о себе. Во-первых, она хотя бы думала, а во-вторых, не работал закон больших чисел. Я такой автор, против которого закон больших чисел всегда работает. Да, разумеется. То есть большая аудитория даст мне больше денег, но не даст мне больше радости. А ведь очень важно, чтобы работа была в радости. Понятно. Я прошу прощения, мы тут просто никак не можем связаться с Севой Емелином, что очень прискорбно. А хотелось бы стихов. Да хотелось бы. Ну что, я вот вам тут буду стихи читать, извиняюсь за выражение, причем, видимо, Пушкина. Вот, кстати, еще один любопытный момент. А правильно ли я понимаю, насколько я помню, что в этом сборнике, списке 100 книг, возвращаясь к тому, с чего мы начали, практически полностью отсутствуют поэтические моменты? Я, честно говоря, заглянул в этот список одним глазом, и тут же в ужасе его закрыл. А если не секрет, что смутило? Я сейчас скажу жутко некорректную вещь. Надеюсь, меня не все поймут 100% неправильно. Там какое-то безумное количество народных вольклоров, в том числе народов бывшего, скажем так, СССР, которые на сегодняшний день не входят в Россию. Меня смутил сам факт появления этого списка. А, вот это существенно. Но это же, так сказать, дополнительный список, применительно к основному? Или предполагается, что вот есть основной, а другой читать, что хотите, без проблем? Нет, это дополнительный список, естественно, который прилагается к тому, что будет проходить в школе. Но и сама обязательная школьная программа, с ней, кстати, происходит что-то загадочное. Я недостаточно внимательно за этим слежу, но такое впечатление, что из него выпал Лисков, например, по непонятным причинам. Нет, Лисков там, по-моему, где-то все-таки в каком-то минимальном количестве остался. Если не вот в этом списке для внеклассного чтения, то в основном. Что, конечно, очень грустно, поскольку с точки зрения обучения этики Лисков, ну, мягко говоря, не последний писатель. Естественно. 19 века и русской классики в целом. Вот. Ну, хорошо. А, скажем так, может быть, все-таки имело бы смысл добавить кого-нибудь из современных писателей? И если да, то опять-таки кого? Потому что там, насколько я помню, современных писателей, очень старые произведения Петрушевской и Токаревой, я уже не знаю, может быть, это связано с некоторым феминизмом, с тем, что, условно говоря, в Министерстве образования сидят, по большей части, дамы, и они любят литературу для дам. То есть, я не знаю, кто сейчас более адекватно отражает действительность. Условная Петрушевская, тем более в произведениях, написанные до 91-го года, или условно Пелевина, или даже, прости господи, Сорокин. И, кроме всего прочего, с учетом того, что фантастика, ну, хорошо, если Диев у нас пишет для относительно элитарной аудитории, но у нас есть, ко всему прочему, Лукьяненко, который не употребляет в своих произведениях матерную ругань, и известна широкая аудитория. Почему нету всего этого? Тут вопрос в целеполагании. Если мы хотим показать детям, как делается текст, чем хорошая литература отличается от плохой, это один разговор. Если мы хотим как раз передать им какие-то нравственные месседжи, это другой разговор. Если у нас есть политические задачи, этот список вообще будет третий. И, в первую очередь, надо понять, а, собственно, что такое школьный курс литературы, чему мы там учим? Вот, между прочим, это, на самом деле, вот тут я уже, наверное, не прав. Это, наверное, то, с чего нужно было начинать. Дело в том, что, поскольку Россия все-таки была и есть достаточно литературоцентричной страной, в принципе, литература начинается с обучения, литература начинается со школы. И, может быть, есть какое-то мнение, а как следует отвечать на запросы обучающихся? Или же, вот, как следует составлять этот список? Или его совершенно точно не следует составлять? Это единственный возможный вариант. Я повторюсь, надо сначала разобраться с целью полагания. Конечно, вот буквально на днях я сыну своему, которому 11 лет, объяснял, почему Пушкин, это хорошо. На пальцах буквально. Хорошо. Я на кому угодно это могу объяснить. Ну, хорошо. Если мы сейчас говорим о цели полагания, а вот понимание этого цели полагания есть, бухнем со списком. Список потом можно действительно придумать. Список — это мясо, которое накручивается на скелет. В том-то и дело, что понимание — это у тебя есть, и у меня есть. Но мы уже кончили школу, к сожалению. Да, вот его нет, я чувствую, у тех, кто пытается сейчас рулить процессом. Они растеряны. Их есть за что пожалеть. Нас бы кто пожалел. И в особенности детей. Детей жалко. Ну, детей мы как-нибудь своих защитим от всего этого. В конце концов, нас тоже в школе учили черти чему. А потом мы приходили домой и видели совсем другое, и слышали совсем другое. А кто их пожалеет? Бедных, несчастных, растерянных, у которых на руках гигантская страна. И страну надо спасать. У них задача такая — спасать. Хорошо. Вот мы на довольно мрачных нотах, и на испуганных нотах, вот, как я уже говорил, умеет наш дорогой гость писатель Олег Див в слушателях и в читателях создавать некие эмоции. Я уже даже сам почувствовал какие-то эмоции. Вот. Поэтому я напоследок хочу все-таки задать вопрос. Вот исходя из того, о чем мы говорили. Будет ли литература играть большую роль в общественной жизни, в политике? И будет ли со своей стороны политика, ну и общественная жизнь в целом, каким-то образом влиять на литературу в России? — Прямого влияния на литературу, то есть настолько прямого вплоть до заказа текстов, политика уже не окажет. Эту тему пробовали на зуб наши гуманитарные технологи еще 10 лет назад и отказались от нее, потому что... Ну как, вышло какое-то количество произведений в 2007 году, как мы помним, вот некоторые популярные ныне, в том числе и телеведущные, имеют там книги Минаева, Багирова. Вот этот опыт был удачным или нет? Большие тиражи? — Это надо отдельную передачу делать, чтобы рассказать, как это все выглядит с технологической стороны. Там было очень много элементов случайного, и еще больше элементов, скажем так, запланированных провалов, которых почему-то там не видели внутри. То есть система, которая все это породила. И вообще не об этом стоит говорить. Гораздо интереснее это, когда книга используется как инструмент public relations, который должен донести сообщения до очень узкого круга людей. Иногда даже там до одного-двух. — Но речь все-таки идет именно о public relations, а не о government relations. Или даже о government relations. — Как раз в данном случае. — GR. — Ну это немножко другое. — Ну вспомни, около ноля, например. — Ну там, мне бы еще понять, кто написал, если честно. — А это не важно. Важно, как это было сделано. Вот такого прямого влияния не будет. Другой вопрос, что не исключен до сих пор такой момент, что выскочит какой-то текст, который сам по себе раскрутится, наберет большую аудиторию и окажет ну хотя бы крошечное влияние на умы. О большом уже говорить не приходится. — И таких текстов, как я понимаю, пока еще не было, на твой взгляд, за последние там те же 20 лет. — Они работали на очень коротком отрезке времени. И, собственно, они скорее констатировали положение вещей, констатировали положение дел. Это очень характерно для мейнстрима. Он же отвечает на вопрос, как мы так живем. А вот фантастика, она отвечает на вопрос, зачем? И может быть, в фантастике и стоит чего-то ждать. — Может быть, это и так. Хотя, допустим, Чернышевский со своим «Что делать?», который, в общем-то, отчасти шел как ответ на вопрос «Зачем?» и некоторые другие произведения русской литературы, которые тоже отвечали на вопрос «Зачем?». Но так или иначе, действительно, вопрос «Зачем?» актуален для нашей литературы. И не в последующую очередь, не, разумеется, очередь, когда речь идет о проблемах не внутренних, а о проблемах внешних. Проблемах взаимоотношения человека с обществом. И на этой ноте мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу «Искусство возможного». Я напомню, что с вами был Сергей Ильин, а у нас в гостях был писатель Олег Дивов. До встречи через неделю. Всего наилучшего. До свидания.